Первое правило. Выступление должно быть не более 10 минут. Второе правило. Только свои собственные исследования. Третье правило. Доклады должны быть очень простые. Я вам сегодня буду рассказывать о растениях и должен вам сказать, что в этом зале им, наверное, бы не понравилось. Знаете почему? Вас здесь очень много. Вы выделяете много СО2, это замечательно. Но тут темно и довольно сухо. И поэтому, если бы растение оказалось где-нибудь в зале, а не на сцене, оно попыталось бы найти себе оптимальные условия для того, чтобы жить. А именно, будет тянуться к свету и попытается найти воду. Иначе говоря, оно как-то сориентируется в пространстве. Поймет, где свет, где вода, где вверх, где низ. Для чего это нужно? Это нужно будет для того, чтобы обогнать конкурентов, побыстрее занявшись фотосинтезом, и, соответственно, обогнать конкурентов, прорастая корнями вниз, для того, чтобы добыть воду и минеральные вещества. Это очень важно для растения – сориентироваться в пространстве. Но как растение поступит в случае, если оно окажется во мраке, с одинаковой влажностью, допустим? Ну, к примеру, семя прорастает в почве. Света нет, влажно везде, надо с этим что-то делать. Надо до света добраться. Куда? Расти наверх. И в процессе своего становления на Земле растения всегда развивались в таких условиях, когда есть один определенный стимул в среде, который направлен строго вертикально. Это вектор силы тяжести. Более того, практически везде на земной поверхности он имеет одинаковое значение. И поэтому совершенно не случайно, что растения выбрали вектор силы тяжести в качестве такого опорного фактора для того, чтобы построить свое тело. В случае, если растение окажется как-нибудь нетрадиционно ориентировано в пространстве, ну, например, повалится. Вы задели горшок на подоконнике, и растение оказалось в таком положении. Что оно может сделать? Оно не может убежать. Мы, своткнувшись, встали и пошли куда-нибудь. Расстояние так не может. Единственное, как оно может реагировать в данной ситуации, это вырасти в правильном направлении. А куда? Ну, по направлению против, наверх, или по действию вектора силы тяжести. Вот смотрите, здесь есть наш маленький несчастный робидопсис длиной сантиметра 2, которого мы взяли и переориентировали в пространстве. Видите, вот здесь вот корешок начинает с течением времени расти вертикально, а семидольные листья разворачиваются наверх. Потом он достигнет успеха и будет расти нормально. А как же растение оценивает свое положение относительно вектора силы тяжести? Ну, давайте я вам для начала напомню, как это делаем мы. У нас есть в среднем ухе такой вот девайс из трех полукружных канальцев, которые расположены примерно во взаимно перпендикулярных плоскостях. Более того, у нас целых два таких девайса по правую и по левую сторону от головы. Если мы наклоняем голову, то внутри жидкости, заполняющие эти полукружные канальцы, кристаллы карбоната кальция начинают оседать на нижнюю сторону вот этого канала. Задевают нервные окончания, и в мозге идет сигнал, где у нас новая нижняя сторона. Ну и дальше мозг решает, что с этим делать. Более того, такую же систему с помощью акселерометра люди засобачили в телефон. Если вы поворачиваете айфон, ну, андроид, наверное, тоже, в пространстве, то картинка меняет свое положение с портретной на альбомную. Что происходит у растений? Физический принцип точно такой же. Необходимо иметь какую-нибудь более плотную частицу в клетках, которая могла бы оседать под действием силы тяжести. Что это такое? Это могут быть какие-нибудь тяжеленькие органоиды в клетке, крахмальные зерна, хлоропласты, ну, с чем повезет. В корешках, конечно, крахмальные зерна. И если растение как-нибудь переориентировалось, ну, или мы его пнули в горшок, он повалился, то эти тяжеленькие частички оседают вниз и раздражают здесь механорецепторы. Мы пока, к сожалению, еще не знаем, какие, но зато знаем, что происходит дальше. На нижней стороне клеток появляются специальные переносчики, которые переносят гормон растений. Да, у растений тоже есть гормоны, довольно простенькие. А ауксин, производная эндола, вызывает рост растений. Больше ауксина, сильнее растет. Поэтому представьте, если вот моя рука — это, допустим, корень, нет, лучше побег. Если ауксин скапливается внизу, то он стимулирует рост снизу. И растение искривляется, поскольку нижняя сторона растет быстрее, чем верхняя. В корнях происходит все с точностью до наоборот. Как обеспечить поток этого гормона в нужном направлении? Нужно сконцентрировать на какой-нибудь стороне клетки побольше этих переносчиков. А как они сюда попадают? Они попадают сюда с помощью транспорта, который связан с актиновым цитоскелетом. Я соболезную тем, кто находится совсем далеко, потому что им, наверное, вот эти ниточки не видны. Ну и в настоящей жизни они тоже не видны. Всего лишь 7-8 нанометров. Действительно, с обычным микроскопом ничего не поделать. Более того, известно, что эта структура динамическая. То есть это не просто железная дорога, как из Петербурга в Выборг, например, или в Лугу. А она постоянно находится в движении. Ну, представьте себе, в одном месте железную дорогу строят, а в другом бригада гастарбайтеров быстренько ее разбирает. И строится дорога в новом направлении. Благодаря такой динамичности можно направить транспорт веществ в клетки в нужное место. Но как мы можем это увидеть? Здесь мы должны воспользоваться специальными инструментами, а именно трансгенными растениями. То, что здесь представлено на экране, это хлоропласты. Если мы на них светим, они светятся сами. Это называется автофлуоресценция. Ничего интересного. Интересное будет здесь. Трансгенное растение, которое кодирует метку, зеленый флуоресцентный белок, который светится сам по себе, как только мы посветим на него лазером, он нам показывает, связавшись с актином, где находятся филаменты. Если в клетке что-нибудь происходит, мы воочию наблюдаем это за микроскопом. И, наконец, с помощью этого инструментария получилось ответить на некоторые вопросы, ну и, естественно, задаться новыми. Мы выяснили, что при вертикальном произрастании растения актиновые тяжи, вот этот цитоскелет, внутренний скелет клетки, ориентирован в основном параллельно оси органа. То есть тут у нас корень растет вниз, ну в смысле у растения. Вот, побег наверх и актин ориентирован вдоль органа. А когда растение переориентируется в пространстве, то переориентация затрагивает цитоскелет. Так что филаменты, которые протяжены вдоль органа, сокращаются более чем вдвое. И растение таким образом может направить поток гормона ауксина, который регулирует его рост, в новом направлении. Наверное, я надеюсь, здесь есть несколько человек, которые выиграли билет на Science Slam, ответив правильно на вопрос о том, в каком городе был впервые открыт гормон растений. Правильный ответ был этилен, и этот гормон был открыт в нашем университете в начале XX века. И к этому вопросу периодически возвращаются в биологии растений, изучая, какова роль этилена, стрессового гормона, в разных реакциях у растений. И мы изучали то, каким образом этилен влияет на реорганизацию активного цитоскелета. Выяснили, что гормон этилен препятствует нормальному перераспределению актина, который необходим, чтобы растение правильно сориентировалось. И в результате, если мы посмотрим на такие графики, то мы увидим, что в норме у нас, в смысле у растения, основной актин ориентирован вдоль оси органа. Если же мы воздействуем этиленом, то мы видим здесь такой характерный еж, который мешает правильно транспортировать белки внутри клетки. Возникает вопрос, зачем нам это все нужно? Какие-то растения, которые ориентируются в пространстве. И я вам хочу показать два примера, где это пригодится. Пригодится это, естественно, ну это просто вот с языка можно снять, в космических исследованиях. В замкнутой системе человеку, ну или каким-то другим организмам не обойтись без продуцентов органики, которыми будут выступать растения. Ну и они, естественно, выступают. Но вот незадача. Даже в условиях МКС, которая летает, сколько там, 400 километров над землей, да, или даже меньше, существует микрогравитация. Не полное отсутствие гравитации, а микрогравитация. И растения, которые приспособились в течение миллиарда лет своей эволюции понимать, где верх, где низ, оказываются в прострации. Они не понимают, как правильно построить свое тело. И поэтому у них падает продуктивность. Мы хотели бы получать от них булочки, а булочек нет. И возникает вопрос, а можем ли мы каким-нибудь другим фактором сориентировать растения не гравитацией, а, например, светом, или влажностью, или чем-нибудь еще. Это первый момент. И второй момент. Изучая такие фундаментальные принципы, которые объясняют, каким образом клетки функционируют у растений, мы можем использовать эти знания для того, чтобы решать прикладные вещи. Вот сейчас мы в сотрудничестве с группой из Белорусского государственного университета изучаем, каким образом актиновый цитоскелет внутри клетки, который обеспечивает растениям их ориентацию в пространстве, каким образом он вовлечен в механизмы, связанные с солевым стрессом. Дело в том, что даже на юге России это довольно серьезная проблема. Вследствие плохой агрикультуры в Советском Союзе в связи с очень высокой инсоляцией, солнца много, воды мало, все высыхает, и соль подтягивается к поверхности. Мы исследуем, каким образом актиновый цитоскелет здесь задействован. И когда мы поймем, как это происходит, мы можем либо помочь растениям с этим справиться, либо вовсе элиминировать причины или следствия, которые мешают растениям расти, и повысить их продуктивность. Но это, пожалуй, тема для следующего выступления. А сейчас я благодарю вас за внимание. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо большое за очень интересное выступление. У меня возник такой вопрос. Когда я наблюдала за своими домашними растениями, я заметила, что также есть некоторая ориентация в зависимости от расположения источника света. Ну вот, то есть солнышко, например. Или лампочки. То же самое я вспомнила, когда подумала о подсолнухах. Я хотела спросить, есть ли какие-то процессы, связанные не только с гравитацией, а какие-то фотоиндуцированные процессы ориентации растений? Конечно. Это гораздо лучше исследовано, чем механизмы взаимодействия с силой тяжести и ориентации в поле силой тяжести. У растений есть светочувствительные белки. Они, кстати, родственны светочувствительным белкам, которые есть, в принципе, у всех живых организмов. От бактерий до растений и животных. Это криптохромы в случае растений. Они чувствительны в диапазоне синего, синей части спектра видимого излучения. И запускают реакцию, когда растение неравномерно освещается. Ну, допустим, вот эта вот лампочка на нас как-то неравномерно светит. С одной стороны освещение мощнее, с другой стороны слабее. Ну, за счет того, что сам стебель, например, что-то поглощает. И эти белки тормозят рост на освещенной стороне. В результате растение изгибается в сторону источника света. Ну и достигает своей цели. Спасибо за выступление. Я хотел спросить о том, как раз о растениях на МКС. Если, допустим, вы химически решили проблему с гравитацией, то механические растения будут способны расти в космосе? Сейчас повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Вы спрашиваете о том, можно ли механически решить проблему с гравитацией? То есть само растение, у него есть какая-то механическая конструкция, и в отсутствие гравитации не будет сил, действующих на него. И будет ли оно правильно расти в данном случае? Проводились эксперименты, в ходе которых эмулировалось действие силы тяжести на центрифугах. Если вы будете крутить центрифугу, то в определенной ее части можно наблюдать ускорение центробежной силы, которое будет сопоставимо или даже равно модулю вектора ускорения свободного падения на Земле. Однако этого недостаточно для того, чтобы сформировалось правильно построенное тело растения. Здесь более эффективные опыты, в которых используется свет в качестве такого ориентированного фактора. Но, как я уже пояснил, отвечая на предыдущий вопрос, если создать для растения условия светового поля, не гравитационного, а светового, где есть градиент освещенности, то растение, безо всяких там оговорок, мы их сейчас опустим, оно будет ориентироваться к свету. И таким образом можно воссоздавать для растения вот такую ось полярности. Добрый вечер, спасибо большое за доклад. Я хотела бы спросить, что способствует или активизирует выработку этилена в растениях? Этилен – это гормон старения и стресса, поэтому стимулирует выработку этилена в растениях. Неблагоприятные условия среды, не только этилена. Наличие, кстати говоря, рядом растений, продуцирующих этилен. И, соответственно, генетическая программа, при реализации которой наступает этап, связанный со старением и смертью, что тоже запускает естественным образом генетически кодируемую программу по синтезу этилена, которая регулирует во всем растении старение. Ну вот здесь можно пояснить, уже, наверное, большинство из вас знают о том, что при транспортировке фруктов и овощей стараются изолировать их от действия этилена. И как только один какой-нибудь фрукт на пароходе созрел, перезрел слишком рано и начинает выделять этилен, то он запускает старение во всех соседях. Ну и для торговой сети это означает потерю партии бананов, например. Поэтому нормальные транспортировщики, да, они имеют газоанализаторы для того, чтобы мониторить уровень этилена и в случае, если он повышается, быстро найти источник и убрать такой фрукт. С другой стороны, вы можете сами этим воспользоваться, положив в пакет с незрелыми бананами зрелый, и незрелые созреют быстрее. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ